Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодой автор Екатерина Богданова, поэт, прозаик, врач, автор книг, прозы и стихов. Екатерина Богданова – лауреат Молодежной литературной премии «Первая роса». Сегодня она расскажет вам о творческих итогах 2023 года и о планах на будущее. Итак, слово Екатерине Богдановой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами поэт, прозаик, член Совета молодых литераторов Ульяновской области Екатерина Богданова. Сегодня я подведу итоги творческого 2023 года и уже получается начало 2024 года. В 2023 году я продолжила публиковаться в толстых литературных журналах, публиковалась в журнале «Симбирск». Очень приятно всегда на страницах «Симбирска» видеть не только произведения, но и фотографии, счастливые, довольные лица своих друзей, близких людей. Конечно, очень приятно видеть там себя. Вышла статья в литературном «Симбирске» о том, что наш совет молодых литераторов был признан лучшим в России. Что наша студия действительно удостоилась такого высокого звания. И, конечно, я считаю, это не случайно. Была проделана большая работа моими коллегами. Каждый внес какой-то свой посильный вклад в это большое достижение. И теперь, я думаю, нам нужно будет соответствовать этой планке, быть примером. Примером как в человеческом плане, так и в литературном. Также я опубликовалась и в других журналах. Например, большой честью для меня стала публикация в известном журнале «Москва». К нам приезжали представители этого журнала, редакторы этого журнала. И спустя какое-то время после этой встречи я узнала, что было отобрано стихотворение для публикации. Что на страницах журнала появилась моя фотография, краткая творческая биография, одно стихотворение. Почему для меня так ценно публикация именно в этом журнале? Потому что когда-то, давным-давно, на страницах этого издания был опубликован роман «Мастер и Маргарита», моего любимого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. И, конечно же, очень приятно, что теперь мое стихотворение появилось там. Еще один журнал, в котором я была опубликована – это журнал «Волга. 21 век». Тоже эта публикация, о которой мне сообщила Елена Викторовна Кувшинникова, стала для меня приятным сюрпризом, приятной неожиданностью. Ну и сегодня я принесла вам показать сборник под названием «В объективе слова». В этот сборник вошло 26 человек, 26 авторов. Здесь есть как стихи, так и проза, небольшие рассказы. И тоже очень ярким событием стала публикация здесь. Книга, я считаю, выглядит очень солидно. Она издана в твердой обложке, все мы ее очень ждали. И получается, что это некий итог нашей работы за прошлый год. Итак, кто давно уже знаком с моим творчеством, тот знает, что уже много лет я работаю над романом, над серией книг, которая целиком называется «Душа дворянки». Что это, собственно, за произведение? Это история взросления женской души. История о том, как моя героиня Юлия Вяземская проходит важнейшие этапы в своей жизни. В первой части, которая называется «Душа дворянки», которая вышла в 2020 году, Юлия совсем еще ребенок, подросток, стоит на пороге своей жизни. Во второй части Юлия уже невеста. Эта часть называется «Обрученные небесами». Ну и в третьей части, которая сегодня представлена на моей небольшой выставке, это «Озаряя тьму». Данная книга вышла как раз-таки в 2023 году. Свои романы я опубликую самостоятельно с помощью интеллектуальной системы Ридеро. Не жду, когда какие-то издательства обратят внимание на мои тексты. Таково было мое решение, я о нем не жалею. Мои романы можно найти в городских библиотеках. Также я опубликую свою прозу в электронном виде, например, на сайте Литрес. Можно прочитать и мои романы, и мои повести, и некоторые мои рассказы. Потому что, к сожалению, еще не все произведения появились на бумаге. Но я думаю, всему свое время, и однажды мы их обязательно увидим и в печатном варианте. Расскажу поподробнее о своей книге «Озаряя тьму». Итак, рассмотрим повнимательнее обложку. На ней мы видим двух героинь. Юлию, главную героиню моего произведения, и Маргариту. Это героиня-антагонистка. Она у нас ведьма. На страницах моих произведений есть место чудесам, есть место сверхъестественным существам. Например, ведьмам, призракам, каким-то потусторонним событиям, явлениям. Есть место волшебным предметам. Например, Юлия носит волшебный перстень, подаренный ее возлюбленным, в дальнейшем супругам. А здесь, конкретно на обложке, мы видим основной конфликт произведения. То есть здесь у нас сталкиваются две стихии. Огненная стихия, стихия ведьмы Маргариты, да? И в то же время от свечи, которую держит моя Юлия, главная героиня, исходит мягкий чистый свет. То есть получается у нас борьба о колдовства и веры, тьмы и света. В этом и заключается главный конфликт моего произведения. Если прозу я всегда издавала за свой счет, то поэтический сборник в 2023 году был издан уже за государственный счет впервые. И это, конечно, тоже большое событие. Прежде всего, это помощь со стороны правительства молодым авторам. А во-вторых, это тоже высокая оценка, это знак доверия. В 2013 году вышел самый-самый первый мой сборник. Он назывался «Он шел по авеню» и был издан благодаря моим родителям. Но сейчас я, конечно, считаю, что тот самый-самый первый сборник, он был еще недостаточно зрелым. Это была еще проба пера. А то, что вышло сейчас, конечно, уже на порядок выше. В этот сборник, который я назвала «Вокзал судьбы», вошли произведения, которые я написала с 2013 по 2023 год. Стихов, конечно же, было намного больше, но редакторам Марии Юрьевны Богдан, моей хорошей знакомой из Совета молодых литераторов, были отобраны самые достойные, самые подходящие для публикации произведения, за что ей большое спасибо, так как была тоже проделана большая работа. Итак, расскажу подробнее о самой книге. Почему же она называется «Вокзал судьбы»? Вообще, у меня было много мыслей по поводу названия. Был такой вариант названия, как «Перо и сердце», но редактор не одобрил его по каким-то своим причинам. Был такой вариант, как «Путешествие к счастью», такой близкий к «Вокзалу судьбы» вариант, но также это название, видимо, сочли недостаточно серьезным. Ну и в итоге я остановилась на названии «Вокзал судьбы». Это словосочетание «Вокзал судьбы» звучит в одном из моих стихотворений. «Вокзал судьбы», «Я в зале ожидания» и так далее. Так что это совершенно не случайно. Что же это такое «Вокзал судьбы»? Ну, я считаю, что каждый молодой человек, творческий или нет, на определенном этапе жизни находится как бы в зале ожидания. То есть он стоит на перепутье, ждет своего поезда, условно говоря. А этот поезд может привести его к семейному благополучию, может привести его к славе, может привести к богатству. А может, например, этот поезд привести его к каким-то жизненным испытаниям большим, и только потом ему откроется что-то светлое, что-то, о чем он мечтал. И вот это вот состояние, ожидание своей судьбы, оно как раз отразилось в моей книге «Вокзал судьбы». Эта книга имеет обложку сиреневого цвета. Изначально обложка была серой, но автор опять-таки не одобрил этот вариант. И я выбрала именно сиреневый цвет, цвет такой мечты, как говорится, цвет волшебства. Кто же помог мне издать эту книгу? Сейчас я вам зачитаю. Сборник издан в рамках проекта «Библиотека Дома молодых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь, Министерства молодежного развития Ульяновской области и Дома молодых в рамках программы «Регион для молодых» Федерального проекта молодежи России, Национального проекта образования. С обратной стороны сборника можно найти фотографию автора, можно найти краткую биографическую справку. Следует отметить, что такой сборник был издан не только для меня. Также сборники вышли у таких авторов, как Ниса Матлина, Мария Богдан, Влада Митрофанова. Также была издана книга у известного ульяновского прозаика Алины Осокиной. Это был единственный индивидуальный сборник прозы. Все остальные девушки у нас поэты. Что еще можно интересного рассказать об этой книге? Книга была иллюстрирована ульяновскими художниками Эвелиной Дьяковой и Антоном Лазаревым. В ней присутствуют такие интересные иллюстрации. Сейчас покажу вам некоторые из них. Очень интересно было посмотреть, как ульяновские художники увидели мои стихи, и как они их прочувствовали. Молодые художники уже не первый раз сотрудничают с нами, иллюстрируют наши работы. Мы всегда приглашаем их на презентацию наших книг, и они дают нам обратную связь. Вот так своеобразно увидела художница мое стихотворение. Мы видим девушку, которая едет в поезде. Из каких же разделов состоит моя книга? Всего раздела три. Но деление это, как я считаю, весьма и весьма условное, потому что трудно найти стихотворение, которое было бы посвящено исключительно природе, или исключительно путешествию, или только любви, например. Как правило, каждое стихотворение – это целый букет разных мыслей, разных тем. Но, тем не менее, сборник был разделен на три условные части. И сейчас мы начнем с первой из них. Первая часть моего сборника называется «Мелодия жизни». Это словосочетание также было взято редактором из моего стихотворения. Какие же стихи сюда вошли, в этот первый раздел моего сборника? Это стихотворение о природе, о местных пейзажах. Это стихотворение о месте поэта и поэзии в мире. Это какие-то размышления на общие философские темы. И, если говорить кратко, то сюда вошли те стихотворения, которые не подошли во второй и третий раздел, как сказал сам редактор. Ну и сейчас, чтобы проиллюстрировать этот раздел, я прочитаю несколько своих стихотворений из него. Начну с стихотворения, которые я очень люблю, которые отражают очень четко мою позицию относительно творчества на данный момент. Стихотворение, которое чуть не стало названием. Перо и сердце, сердце и перо, Одну хранят загадочную тайну. Упрямо верят, в мире есть добро, И все на белом свете не случайно. Они дружны, согласны целый век, Иначе у поэта не бывает. Нетронутые страницы первый снег Волшебно с первой строчки оживает. Я множество историй напишу, Раздам прохожим сердце по кусочкам, Открытый быть себе я разрешу, И верный даже самым смелым строчкам. С пером в руке, а значит, не одна, Оно как меч, особая защита. Пусть рядом будут те, кому нужна, Для тех, кто зла желает, дверь закрыта. Пусть год за годом мысли кружева Сплетаются, любовью согревая, И искренние, теплые слова Спустя сто лет напомнят. Я живая. Конечно, каждому поэту, каждому автору Хочется, чтобы произведения его пережили, Чтобы они не канули в лету. Каждому автору хочется оставить После себя какое-то небольшое, Хотя бы культурное наследие. Желательно книгу, А может быть и даже несколько. И вот именно об этом я и пишу. Следующее стихотворение будет посвящено Тем творческим сообществам, К которым я себя причисляю, Совет молодых литераторов, И отчасти даже литературному клубу, Который я люблю посещать. Это Логос В Центральной городской библиотеке Имени Гончарова, Который находится на улице Кирова. Потому что все-таки поэт-писатель Не может существовать в одиночку. Конечно, может, Но это не будет способствовать, На мой взгляд, его развитию, Его движению вперед. Важно чувствовать поддержку единомышленников, Важно обмениваться творческим опытом. И этому будет посвящено следующее стихотворение. Свято верю я, Счастье ты близко, Дождалась, наступила пора. Мне у Волги звезда обелиска Рассказала об этом вчера. Бой часов им порадовал снова Гончаровского дома фасад. И не видел июня такого Карамзинский сиреневый сад. Пустота наполняется смыслом. Все не зря и ветра, и дожди. Знаю, радужное коромысло Засверкает на трудном пути. Бог ведет меня верной тропою. Вот и Пушкин языкова, друг. Дальше площадь, смешавшись с толпою. Я иду к своему водопою В молодой поэтический круг. Продолжим наше знакомство С первой частью сборника. Следующее стихотворение Могло быть напечатано В журнале «Москва», Но в последний момент Почему-то было заменено На другое. Это стихотворение Высоко оценили редакторы Журнала «Москва». По утрам уже воздух осенний Лишь к полудню Все тоже тепло Вдруг последнее из воскресенья Бесконечного лета пришло Сентябрю сердце верить не хочет Но напрасно пощады не жди Время цепью вагонов грохочет И судьбы паровоз впереди Отправляйся в холодные дали Отцвели жарких дней Миражи Спрятав легкие платья, сандали Ты и какао, и шарфы вяжи Кто-то скажет, что осень жестока И морозами губит цветы Но ведь не увядает барокко Есть и в камне огонь красоты То листвой золотой, то снегами Застилаются наши пути Лед встает между двумя берегами Аромат сентября без пяти Вот такое осеннее стихотворение прозвучало Ну и думаю, плавненько будем мы переходить дальше К знакомству уже со вторым разделом моей книги Этот раздел посвящен путешествиям Вообще путешествия занимают очень важное место в моей жизни Они всегда вдохновляют, наполняют, открывают новое И говорят, что каждому человеку для психологического здоровья Для развития необходимо хотя бы раз в год Посещать место, в котором он никогда не был раньше На самом деле, наверное, у каждого человека есть своя личная какая-то формула счастья Моя состоит из трех компонентов Это путешествие, творчество и, конечно, любовь Такие три кита, на которых для меня все базируется И все здесь взаимосвязано, потому что и путешествие, и любовь Дают нам вдохновение как раз для творчества Познакомимся с некоторыми стихотворениями из этого раздела Из раздела, который называется «Вокзал судьбы», как и сама книга «Вокзал судьбы», я в зале ожидания В котором снова нет твоих следов Читаю бесконечные предания О том, как дожидались поездов Забытый свой перрон не покидали И ведь придуман уж велосипед Крутили дней привычные педали Усердно много месяцев и лет Отчаявшись, ушел в обиде кто-то Не видеть, чтобы черное табло Другие находил себе заботы Вокзал одиночества на зло Больших высот усердно добивался Ловил удачу, видя счастье в ней С печалью и тоской соревновался Я победитель, видишь, я сильней Но возвращался рано или поздно В холодный зал садился на скамью Поняв, что не получится обмана Опять смиренно ждал судьбу свою Вокзал судьбы, я в зале ожидания Вздыхаю о тебе, который год Наскучили о поезде предания Наверное, стоит выбрать самолет Одно из любимых моих стихотворений На данный момент Я вам сейчас прочитала Ну и теперь перейдем к стихотворениям Посвященным Петербургу Тоже мой любимый город Который я уже посетила Трижды в своей жизни Еще собираюсь, потому что Всякий раз он открывается С новой стороны И, наверное, невозможно Исходить все его улицы Все его переулки Люблю я Петербург В нем все и новь, и старь И вой жестоких вьюг И солнечный янтарь И древние дворцы И храмы, и мосты Волшебные ларцы И ангелов персты Люблю я Петербург За то, что свет храня Он, как хороший друг Опять зовет меня Ну и плавно перейду К стихотворению Которое было все-таки Напечатано в журнале «Москва» Тоже посвящено городу на Неве Отвези меня, Петербург Отвези меня на Дворцовую И пускай небеса свинцовые Ты заменишь мне солнцокруг Посетим с тобой Петергов Затеряемся в парке призрачном И забудем мы о несбыточном Там, где счастья не нужно слов Проводи меня в Эрмитаж И скажи мне, не все потеряно Все получится Будь уверена Этот город навеки наш Я люблю путешествовать Не только поездом Но и самолетом Не люблю путешествовать Только на машине, пожалуй И вот заключительное стихотворение Как раз-таки О путешествии поездом О той особенной прелести Которую многие поэты В этом себе находят О том, что путешествия поездом Открывают нам нашу огромную страну Которая невероятно широка Как в нашем гимне От южных морей до полярного края И все это мы можем увидеть Только путешествие поездом Во время путешествий самолетом Это от нас скрыто Ночная станция Огней далеких свет Повсюду жизнь И будни хлопотно-босые И ветхий домик Оставляет в сердце след И лук не скошенный Ведь все это Россия Россия шаткий накренившийся забор И речка мелкая Над мостико пролетом Россия Это бесконечный разговор О том, что поездом Не то, что самолетом Вновь за окном состав Грохочет грузовой Цистерны ржавые Чумазы и вагоны Сегодня Завтра Над сверкающей невой Мосты застынут И крылатые грифоны Мелькают шпалы И бетонные столбы И забываются Все прошлые тревоги И нет, наверное, Счастливее судьбы Чем никогда не прекращать Такой дороги Ну а теперь Завершая свое выступление Мне хотелось бы пожелать вам Дорогие зрители Замечательной Плодотворной весны Крепкого здоровья Это, конечно же, самое главное Хочется пожелать Чтобы этой весной Ваша душа расцветала Чтобы в ней Пробуждались новые силы Чтобы вас наполняло Только светлое чувство любви Чтобы у вас Получалось все задуманное Читайте хорошие книги Вдохновляйтесь И создавайте свои произведения Если вам это дано Потому что слово Это великий дар Нужно относиться к нему Трепетно, бережно Я прощаюсь с вами До новых встреч Спасибо Екатерине Богдановой За участие в нашей программе За интересный рассказ О своем творчестве В очередном номере Журнала Симбирск Читайте подборку стихов Молодого автора Желаем Екатерине Богдановой Вдохновения А всем вам, дорогие друзья Благодати, радости и добра До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok